Аминь. Отче наш, иже истинный небесе, да свечится имя Твое, да приди, царствие Твое, да будет воля Твоя, еху на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якожи, и мы оставляем должником нашему, не веди нас во искушение, но избави нас от лука Богом. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Слава от Своего Сына и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, благослови от Тихии, дари Твоей, слава и силы, молитвы. Аллилуйя. Аминь. У нас тут поредели, вреда еще. Значит, я сейчас заезжал, спросил Ксению, как, во сколько встал, сказать не может. Но мы будем придерживаться, чтобы держать под контролем. Ну-ка, выйди сюда. Посмотри, каждое утро я тебе начинаю с дырочек. А чего на тебя порно? Где-то засыпился? Да. Вторая, вот дыра, прямо на мотне. Ну, мотня-то выпадет еще дальше. Ну. Как у тебя, почему, ни у кого рваного-то нету? Сначала на себя посмотрел. Вчера ему говорил об этом, он... Значит, ты привык уже в оборудку ходить. Я тебя не прошу, ни красоты, ничего. Дырки зашивай. Потому что дырка не зашита, а она раздирается дальше. И дорогу, говорит, сделает еще шире. Ну, ты возьми тряпочки есть где-то. Ты это знал? Я тебе говорил уже? Да. Говорил, иголку нет, куда идти. Вот успеет пришить за завтрак? Нет, значит, без завтрака. Остановись. Тебя никак не научишь. Ты уже привык к этому. А ты, старший брат, ему напоминай. А ты, старшая сестра, дави его. А ты, сестра, тоже старше его. Ему не надо шить. Он сам это должен зашить. Порвал, зашей. Замарал, постирай. Ваня где-то ползал на колени. Как и я. Тут несколько вопросов, которые надо сразу решить. Я заехал, узнал, что нужны ли работники. Баба взяла Ксению, баба Таня, чтобы на огороде она там не может. Я посылать вас сюда не могу. Но как друзья, вы ее отпустили. Ксения говорит, по-хорошему. На нее обиды нет. У ней на вас нет. Ну, короче, человек первый приехал в лагерь. И вот она сейчас там одна. Она работник-то никудышный. Ей разговаривают там, нет с кем. Она вообще засохнет. Ей нужен хоть один говорунчик рядом, чтобы был. Чтобы около нее работать. Ну и маленько дать ей отдых. Иначе она засохнет, как неполиванный какой-то струщок. Ну, а кого тут говорунчик такой-то был? Аня. Василиса. Аня. Аня. Василиса, нет. Аня. Аня. Только ты старайся ее не лишний раз, ее останавливать. Скажите, давай работать. Так, пойдете помощь оказать? Да. Сегодня сейчас позатракай и сразу туда идти. Знаете, где она, крайний домик там? На огороде. Каждые 45 минут, 15 минут отдыха. Можете прибежать сюда на нашу площадку. Ну, кто пойдет, добровольцы? Я посылать не буду. Давай. Кто останется здесь, тот пожалеет. Я вот тут такую работу дам. Тесто в баллон, но мне больше не надо ничего. Ладно. А то работа очень тяжелая, паскать землю. Я сказал, там землю надо носить. Там, где для молитвы делают. Мало, еще так мало наносили. Это не подняли совсем. Торопились? Три гвоздя забивали до обеда. Второе. Нам нужно обиходить два дома, приготовить их жилью. Заросшие. Я остаюсь на Саманном. И со мной кто-то остается. Кто? Я думаю, где-то отдал, Володю возьму. Нет. Нет? Я хлебом сегодня занимаюсь. Ага. Ну, значит, я один. Все заняты, один я свободен. И еще, Тихоич, картошку надо с ними пройти на Саманном. Вот они там и будут. Вы знаете, где наша картошка-то, нет? Знает. На Саманном. Там еще и другие огороды. Они там поработают, ты подойдешь часа через два, и их там возьмешь, сколько надо закончить. Я никуда не подойду. У меня нету все уже. Я туда не буду лезть. Так, а ты возьми Никиту, и у себя там, где дом большой через дорогу, там начинайте работать, все подготавливать. У нас сейчас другая работа. При полном молчании, работать при полном молчании. Ну, утром сейчас, как только вставим, закончим по завтраку, и мы сразу пойдем, крест установим здесь, где молиться. Столб закопаем, его можно на себе вынести, а этих отпустим. Вопросы? Нет. Я сегодня утром все смотрел Герман Стерлигов. Это бывший, самый первый, как называют, миллионер, миллиардер, такое общество Алиса сделал. Все это обман. Богатыми не делается сразу. Это закон такой. Вот приехал Игорь, одна корова. Два года прошло, у него три корова. Три коровы, значит, от молока больше стало. Купил еще коров, и сейчас у него больше. Также этот фермер, Долгов приезжает. У него четыре гектара было с половиной гектара. Ну, посадил одно, другое гектар, это земля. В Японии это большая земля считается так. У него все пошло как надо, он в следующий год уже 45 взял. А потом я, я к примеру говорю, 450, а сейчас 6,5 тысяч гектаров. Да еще урожай, не урожай, где-то долги там и прочее. Я знаю как. И вот он организовал, вовремя отошел, его не убили. Обычно там борьба за сферы обладания, передел идет, сфера влияния. И они друг друга стреляли. А он вовремя отошел, он умный очень. Отошел он, и на этом не остановился. Его натура требует действия. И он начал вмешиваться где-то в политику. Но всюду рекламирует преданность Путину. Преданность. Прям везде подчеркивает. Я за, за, который там у него рядом, Сурков. Вот это самая пятая колонна. Пятая колонна, это ясно дело, кто называется. Ну и открыл, купил землю, Слободу. Такой дом, миллионы если есть. Люди приезжают. И он много выступает. Хлеб как надо печь. Как булку продает 450 рублей. То есть он по-прежнему держится крепко. Я вижу, играет. Он приезжал в Барнаву. И его спросили только обо мне. Он не считал, не видал еретик. То есть для него московская патриархия, это лжецерковь. Зарубежная, это лжецерковь. К старобряцам прибухнул. Ну видимо где деньги попросят, ему сразу враги делаются. А он объявил их вне церкви. А есть где-то епископ, но никому он не говорит где. То есть он неверующий. Я посмотрел, он просто балаболит. Что угодно. Требует смертной казни для всех ученых. Ученых. Вот. Медики, которые там что-то, лекарства изобретают, что-то. Всех расстрелять надо. То есть они... Но другое дело садомиты. Садомиты это... Мужеложники. Он и говорит иногда дело. Но никто не ведет закон о смертной казни. Здесь. Да и христианина святый. Как ты можешь этого требовать? Вот мусульмане убивают. Я не могу сказать против. Почему? Потому что это по закону Божию. Ветхозаветному завету садомиты должны быть преданы смерти. Сожжению или как. Ну и вот здесь. Все строят такое. У него там расстроено. Люди едут там, подают земля приватизированный. Бац. И сбежал с России. И вот. Показано заколоченные окна. У него, кажется, четверо сыновей. Жене 50 лет. Она молода выглядит. Ну такое все. Но ничего. К делу нету. Библия переведена неправильно. То есть его никак нельзя взять. У меня специально на моем форуме Герман Львович Стерлингов. Видимо, букву выбросить. Стерлингов. Стерлинг это единица измерения в Англии. Доллар в Америке. У нас рубль. У них Стерлинг. Фамилия-то сама денежная. Она как бы побуждает его к этому. И куда он сбежал? Он первым делом, когда понял, что круг замкнулся, ему надо бежать. Ну, бежать далеко могут арестовать. Он сразу сунулся в Белоруссию. С Украиной там могут бандиты и прочее. Зона недосягаемости для российского законодательства. А дальше он оттуда уже в Карабах. Никем не признанная республика. Даже не придумаешь. Но все это невдалеке. Я когда-то могу вернуться. Я сейчас все утро слушал последнюю его пресс-конференцию. Сказали, это пишет Илья Оренбург. Когда Сталину сказали, что Гитлер застрелился, Сталин только и сказал, доигрался, подлец. Я когда слышу о таком финале этих людей, у меня эта фраза Сталина всплывает перед глазами. Доигрался. У него все это была игра. У меня имя ему было разрушитель. Он только разрушал. Созидать он ничего не созидает. Он только разрушает в людях веру, доверие Библии, патриарха вне закона там объявил. Ну и проще такое. Разрушитель. И выпустил учебник, в котором... Ну он учебник, да, он грубо написан. Да, неправильно, да, непрофессионально. Но это правда. Одна правда. А там правды, может быть, и вообще никакой нет. Как можно переигрывать? Костомаров историк. Клещевской это не историк. Сергей Соловьев не историк. То есть всех историков обил вне закона. А нашел там какую-то при Иване Грозном что-то. Тиран был у власти. Он что угодно мог тогда и сдавать. Его даже разоблачать не надо. Но главное, что он по-хорошему сбежал. По-хорошему. У него угрозы были там с сыновьями, там, видимо, расправиться. Я думал, что будут воровать у него детей. Я сейчас не дослушал даже до конца. Там час сорок, кажется, дает он интервью. Доигрался. Но тут все но в том, что я о нем постоянно каждый день молюсь. Вразуми его, останови его безумие, Господи. И для меня это не просто бегство, а ответ на мою постоянную молитву днем и ночью о нем. Как человек-то он хороший сам по себе человек-то. Ну, как хорошее? Слово хорошее, это тоже надо как понимать. Он разговаривает, и там не по его что-то. Со стола хватает этого, кто-нибудь урюдает, бьет его, кидает. Ну, чем-то на Царионову, который под кличкой Антео хулиганил. Вот они сродни это. Не по его, значит, хватает там плюнуть, облить водой. Ну, вообще, смотришь, когда и думаешь, ну, кроме хулиганства ничего нет. Постепенно Бог отнимет память. Он говорит, разговаривает потом так. Я о чем говорил? Забыл, о чем говорил. Может, совсем Бог лишит памяти. Но он правильно понимает о бороде. К нему приезжали, говорит, всякие, которые бритые, а у него там где-то ограждено было место. Те только за забором там были. А которые, мужеложники, даже не появлялись там нигде. Ну, у него везде оружие, вроде бы не стрелял, но понятно. Я прошу вас всех, если только вы маленько так поверили мне, что я говорю, помолиться за него, чтобы он не погиб. Не погиб, пристреленный где-то. А Карабах-то разве спасет? Карабах долбят и Армения, и Азербайджан с двух сторон. Там проще всего. Охраняют там российские. Да этих российских сметут в один день, как в Схинвале. Это все, конечно, но он-то, может, на полном серьезе это понимает. Большие связи он предсказывал, на Болотной, как будет. И Путин убит будет или арестован. Все, его руководство, а на утро встал, нигде ничего нету. Он и не понимает, что молятся. За эту власть молятся. Ему надо было молиться. А он гнал, как никогда сроду в Москву приехал, там, взять, сказал опубликовать. Ну, считаешь, видишь, играет, играет. То есть, пудрит мозги людям. Он может это не верить. Я ему, который... Он говорит, что я ему ни одному слову не могу поверить. Я сравниваю с тем, что есть, что известно. Как правильно печи делать? Он учит меня печи делать. Я 40 лет печеньком. Он только не учит еще, как правильно рожать. Вот это я не нашел у него. Но все остальное он знает. Все знает, чего бы ни коснулись. И при том, настолько нереальное, выдуманное. Вот надо, чтобы это... Рак лечить. Это козье молоко. Только на 100% козье молоко. Но делает лазейку. Но если этот рак не от отравы произошел, а иди определяй, от чего он произошел. То есть, не получилось, он сунул. Это рак другой был. Этот не лечится. То есть, везде эта шулерская, обманческая его натура проявляется, с рогами вылазит. Где бы он ни говорил. И там он находится, и там ему не поздоровится. Почему? Он только приехал туда, и сразу начал экологически чистый хлеб там, по 450 рублей, наверное, булка. И дальше жена счет какой-то модельно открывает. Ну, жене хотя бы скажи, чтобы челку не стригла. Не стригла. Ты тебе не справиться с этим-то. А он подыгрывается, входит в ту обстановку, которая есть. И дальше он не трогает. А проповеди об этом нет. Приезжают люди какие-то, мусульмане, он никогда им о Христе не говорит. Он говорит, а зачем мне это? Ему работники нужны. Быдло. И вот я сегодня увидел, и он сам выставил усадьбу, да, хорошую, деревянную. Ну, все, заколочены окна. Вот и все. Поэтому без веры в Бога, без поддержки молитвенной отовсюду, а его поддерживают только те, которые Богу, видно, не молятся, он лишается помощи монастырей, епископов. У него ни одного нет. Все православные церкви во всем мире он объявил незаконно. Ну, явно, что сумасшествие. А он один, больше никого нет. И где-то один епископ, где не говорит. А кого-то обвиняет там Суркова, что секта сатанинская. Ну, а это чем-то да отличается. Он как мусульманин. Привык говорить, а Аллах да будет благословен и крестит. Иисус Христос, я верю, как Бог, и перекрестит. Когда имя Христа произносят. Это, видимо, оттуда захватил где-то. Это жизнь во Христе. О рождении свыше он не слышал. О водительстве Духом Божьем он даже не слыхал и не знает. То есть это одна фальшь. Я говорю это как христианин, который этим живет. И будет он заниматься там. Он со своими дитями сбежал куда-то. А я куда побегу? У меня некуда бежать. Когда я освобождался первый раз, мне сказали, нужно уехать далеко, сменить фамилию. И сидеть тихо, и тебя никогда не найдут. Ну, я где могу укрыться? Когда я сразу же буду известен. Я сразу буду говорить о Христе. Нигде. Это невозможно. И вот сегодня у меня утро прошло на том, что я сижу его и слушаю. Как он выступает, говорит. Говорит складно где-то. Но на каждом слове его можно разворачивать. Ты безбожник. Опять. Только где-то предложение сказал, его снова нужно поворачивать. Ты не христианин. Дальше разворачивать. Христа ты не знаешь. Библию ты не считал. На каждом предложении его можно поворачивать фразой из священного писания. Он этого не знает. И то, что я говорю, он никогда знать не будет. А мне это не надо. Главное, что мы будем молиться за него. Господи чуть не сказал упокой душу его. Обрати его. Дай ему истинную веру Христову. И примириться с церковью Христовой. Чтобы он принял святую Библию. В синодальном переводе. Богу нашему слава вовеки. Аминь. За стол, платочки. У всех. Ну, молодцы мои. Вот у меня слобода. А то у него слобода Германа. Вот настоящая слобода. Василиса. А у него Василисы нету. Ну, давай Василис. Да. Так, проси. Тебе дали иголку нитку дайте ему сначала. Дайте ему иголку нитку, чтобы сам зашил. Вот здесь черный моток я наподаю. Дайте ему. Завтра как он не будет? Он завтра как не будет? Зашьет будет, если зашьет. Успеет зашить? Не успеет, значит остается. Он привык так. Ему говорят, а он... Внимание. Тут не пройдет. Я вам уже говорил, не знаю, сколько раз. И каждый день у него новая дырка. То есть он надежду не берет. Светлую воду дала? Дала, дала. Вот и пусть теперь занимает. Сейчас еще на лобку дам. Так, быстро отсюда. Выкоми. Божьи, помилуй нас. По славу Божьей. Боже, святая вода. Ничего не думал. На, я уже сегодня ее ел. Давай. О, моя болезшая. Да. Сними с себя ее. Потом зашивай. Я уже не буду в трусах сидеть. Снова. Ну, я... Ну, ты... Снова. Снова. Ну, ты?